друзья давайте-ка мы с вами замесим тесто на вареники что-то мне захотелось на ужин вареников взяла стакан воды одно яйцо соль забыла и щепоточку соли это простой классический способ тесто для вареников не горячее надо чтобы быстрее рассеиваем мученичку тесто я делаю немного так чтобы на ужин мне вареники приготовить вообще-то я люблю делать запас морозилку на данный момент морозилка у меня забита мы держим птицу твою роллеров уток все это уже порезали и вот морозилка у меня сейчас занята места свободного совсем нет даже петрушку не могу порезать заморозить все жду когда хоть немного места освободиться люблю мучное хотя все кругом твердят что мучное очень вредно для нашего видающего организма ну я нет-нет-нет да и изредка занимаюсь этим делом пирожки правда давно не пекла вареники я буду делать с вишенкой тесто у нас готова пусть немножко настоится сейчас я вам вишенку помыла а мы займемся с вами косточками смотрите какая вишня крупная обалденная сладкая очень вкусная вишня сейчас я ее наклупаю и такие свараю вареники на ужин парчики оближешь да со сметанкой да вкуснятина всех приглашаю на ужин обожаю вареники люблю с вишней с творогом люблю и с картошкой с ручком все могу кушать каждый день в день по несколько раз другая пища не нужна но сами понимаете ночное лишние нам килограммы не нужны в нашем возрасте тяжеловато будет правда мы как весна начинается сбрасываем эти килограммы который за зиму набираем только снежок сошел а в этом году его и не было и начинаются работы на улице такие там килограммы могут быть ну я не удержусь еще одну вишенку с кушать вишня пельмени я буду делать вручную пельмени господи вареники у меня есть вареницам у меня тут сок брызжет у меня есть вареницам это когда я много делаю я делаю на варенице сейчас вареники сделаем время у нас уже без 26 быстренько налепим нужно эти управляться управлять птицу как у птиц у нас остались одни куры на яйца а вообще мы держим бролеров бролеры покупаем маленьких суточных покупаем просто я еще видео тогда не снимала и поэтому я не смогла вам показать как растут мои цыпляточки и уточки до утки у нас были всех порезали осталась одна с лапкой сломанной свои были до утки мы не покупали а свои вводили порезали всех поэтому я не смогла вам показать как растут мои цыпляточки как я их выхаживаю ну думаю у нас еще все впереди будем надеяться что на следующий год я вам это покажу ну конечно с тем условием если вы будете друзья подписываться на мой канал подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы обожаю отвечать на вопросы так что не стесняйтесь задавайте вопросы того что интересует как живут пенсионеры на деревне пенсии у нас небольшие вот и изворачиваемся как можем делаем всевозможные заготовки птицу держим кролики еще но кролики тоже мы поголовье уменьшили раньше мы много держали кроликов как мы сниму покажу какие клетки остались так наковырялись мы с вами вишенку сейчас я ручки спасу и быстренько быстренько так ну что приступим вишенки большие беру по две штучки достаточно что-то у меня тесто плохо слипается вот первый готов вишня такая крупная что даже две вишенки тяжело росленьки уже бегут а потом хоть одну вишню лажу очень крупная приходится стараться натянуть так на чем мы там с вами остановились о чем я вам рассказываю вот так вот так как говорится пословица русская не потопаешь не полопаешь я бы почему можно по локоть не топая пошел магазин купил хотя магазин тоже топать надо купил без проблем я понимаю если человек уже совсем не может совсем возрастной но мы с вами еще ого-го пенсионеры мы еще в состоянии сами налепить правда летом очень на это мало времени зимой конечно у нас будет посвободнее да и не то что свободнее совсем свободно огородом не будет сиди себе лепи целыми днями любимое свое блюдо а я вам скажу что вареники мое любимое блюдо очень люблю вареники сейчас слюньки текут предвкушение вкусного ужина мне сегодня надо еще полить кое-что в огороде да и у нас конечно было скотины тогда интернета не было я бы вам показала сколько у нас было скотины ведь были еще совхозы не было фермерства как сейчас до держит по 20 коров этим живут тогда такого не было мы же работали работали и плюс держали скотину много скотины а как 90-х годах было выжить невозможно трое детей без скотины без своих огородов невозможно было выжить вы знаете сколько у меня было земли под огород сейчас я вам посчитаю 30 соток основная картошку мы сажали на 30 соток на 30 сотках плюс у нас участок 15 соток под строительство рядом и мы его тоже под огород разработали этот участок эти 15 соток и там мы сажали половину огорода сажали ранней картошкой а половину репчатым луком и так мы выживали 90-е годы потому что в сархозах перестали платить зарплату совсем работали нам отдавали зерном, растительным маслом, мукой дадут три фляги масла куда нам она прогоркнет на следующий год куда нам столько себе оставляли флягу а две фляги ехали в город продавали да торговала картошку лук капусту торговала а куда денешься дедок то надо было поднимать ну как вам это сейчас мы будем ужинать потом пойдем поливать огород вкуснятина ой 1 сентября внуча приехала ой мой золотой приехал привет привет поздравляетесь 1 сентября как учебный день прошел мы не учились не учились первый день да тортик сейчас будем чай пить с тортиком кузя встречает свою кормилицу ой это Продолжение следует...